Приветствую, друзья! 13-ю провинцию будем захватывать, это будет Тарингия. Большая часть Великого Герцеса Тарингии покрыта лесом, а его основные города разбросаны вдоль реки Рер. В городах правит истинная вера единого бога, но глубокого в сердце лесов все еще практикуются старые пути и поклоняются старым богам. И так было столетие. Несмотря на отчаянные усилия имперских инквизиторов выкорчевать эту веру, кроме того, Великие Леса поставляют древесину. Легкая миссия, два противника в ранге ветерана, стандартная схема, рашь боевыми всадниками и баллистами. Открытые равнины вокруг вашего лагеря трудно приспособить для организации хорошей защиты. Однако высокие холмы в центре материка могут быть использованы для основания там новой, более совершенной базы. Никакую базу новую мы совершенно осваивать не будем, все здесь, всего здесь достаточно. 30 ферм, 40 лесорубов и вперед. Отстраивать армию и выносить врага. Вот и вся тактика. Кстати, за выполнение этой миссии нам дадут... Короче, у нас будет улучшена технология языческой этой... Короче, повышение языческих технологий будет. Здорово, здорово. Ну, миссия, еще раз говорю, легкая, абсолютно. Ставим фермы, причем желательно на плодородных землях. Правильнее даже сказать, только на плодородных землях. Пусть крестьянам надо будет чуток подальше пройти до них, но зато... Жрачки, они дают больше. Поставили пока что... Пока что шесть ферм. Дальше отправляем людей рубить лес. Где ближе? В принципе, чуть ближе вот здесь. Ну, давайте туда отправим часть людей. Или что? Или как? Ну да, давайте сюда. Семь человек влево. Так, и сюда. Оставшихся шесть крестьян. Лесорубы пошли. Теперь, как всегда, довольно утомительный процесс строительства 130 ферм. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжаем тыкать фермы. Теперь их уже восемь. Но надо тридцать. Два противника. Один находится четко на юге от нас. Другой находится вот на этом вот выступе. В полуострове. При первом прохождении тот, который на полуострове, как ни странно, сгорел сам по себе. То есть, я ничего не делал. Другой противник его вроде не атаковал. Но у них там случился пожар, они погибли. Сгорела вся деревня. Я не знаю, как такое могу произойти. Может быть, желтые как-то шпионы туда отправили, который все сжег. Хрен его знает. В общем, мне даже не пришлось выносить желтых. Не пришлось выносить красных, по-моему, если быть точнее. Да, вот он красный на полуострове. Вынес только желтых на юге. И все. И все. И все. Уже 15 ферм. Надо в два раза больше. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Так, уже не хватает дерева. Не поспевают лесорубы за таким тэпом строительства ферм. Какой вывод? Ну, давайте тогда... Давайте пока произведем тогда еще трех лесорубов. Четверых даже. Так, что по фермам? У нас 20 ферм. Еще десяток нужно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, мой лорд. Так, я не знаю. Ну, давайте обычных понаставим поближе к деревне. Больно уж далеко у нас получается там. Безводную не надо ферму. Обычные здесь вот поставим. Не хватает древесины. Бездельники тогда идут любить лес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, все, с фермами мы наконец разобрались. Сейчас доводим количество лесорубов до 40. Нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 У нас, кажется, даже лесорубов больше, чем надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получилось-то. Ну, лишних мы сейчас рабочими сделаем. Еще одного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, 40 лесорубов, 30 ферм есть. Начинаем быстрее, как обычно, отстраиваться. Ратуша, склад и так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В ратуши тяжелый плуг исследуем. В ратуши тяжелый плуг исследуем. Ставим склад. В складе следует снабжение. Ставим казармы. Ставим конюшни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ставим арсенал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, точку сбора войска где-нибудь вот здесь установим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть арсенал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше у нас идет мельница. Получится ее так поставить, чтобы на максимальное количество ферм. Пускай вот здесь вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пошла мельница. Так, можно в принципе... А, нет, у нас не хватает. Сырья пока что-то деревесины не хватает. Пока не будем строить войска. Изучили тяжелый плуг. А теперь нам нужно 800 древесины накопить на то, чтобы изучить в ратуше, значит, лошадиную сбрую. 800 сырья. Что, придется подождать сейчас. Сейчас лишь бы гости не пришли. Нежданно-негаданно. Здесь несколько медленовато добывается, мне кажется. Ну, сейчас вот тележка привезет, и будет у нас 800 сырья, и мы сможем изучить лошадиную сбрую. Лошадинная сбруя пошла. Конечно, нам нужно будет поставить майское дерево. Пошло майское дерево. Что ты будешь делать? Так, пошло майское дерево. Ставим священную рощу. Без нее не будет боевых садников. В принципе, все. Можно сейчас начинать копить сырье. Ну, мне нужно целых 2000 сырья для того, чтобы... Для того, чтобы... Произвести десяток баллист. Ну, а законниками дело не встанет, в принципе. Давайте сейчас дождемся. Когда у нас будет 2000 сырья. Начнем строить баллисты. Хотя давайте исследуем и праздник костров, и Стонхейм тоже исследуем. Это тоже увеличит поставки пищи. Веселее будем садников производить. Хотя уж куда веселее. У нас 4000 жратвы. Изучили лошадиную сбрую. Все, что связано с добычей пищи, сейчас давайте прокачаем на максимум. Гостей пока нет, к счастью. Ждем пока будет 2000 сырья. Сейчас у нас 900 сырья. Тысяча, 1100. Так, ну давайте исследуем праздник Самхейм. Это, правда, 400 сырья потребует. До упора разовьем технологии, связанные с производством жратвы. Чтоб уж точно не было проблем с производством боевых единиц. Смотрите, до сих пор никто на нас не нападает. Видать, у них там между собой разборки, либо они... Кстати, красный так и не развивается. Смотрите, опять у него, видите, развития вообще не происходит никакого. То ли баг какой в эгмиссии, то ли что, но у красных вообще ничего не получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну давайте просто полюбуемся графикой. Делать пока все равно нечего. Вот так вот выглядит эта игра. Красиво, да? Смотрите, люди работают. Жизнь кипит. Че, вот последняя технология, связанная со жрачкой, это благословение богини. Потратим 600 сырья? Ну давайте потратим. И вот теперь точно, как только у нас начнет, появится 2000 сырья, мы начнем плодить баллисты и боевых задников. И раздавим врага на юге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 1600, сейчас дождемся, 2000, процесс пойдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, начинаем производить баллисты. Десяток баллист пошли. Повозку, а босс снабжение сразу тоже для них. Ну а дальше всадников, всадников, всадников. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, босс вошел. Первая баллиста вышла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый боевой всадник пошел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как раз пока баллисты производятся, мы и всадников наплодили в пень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 десяток болезнь будет нормально сколько успеем произвести садников столько и успеем так 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 сукины дети шпион пробрался и поджег где-то шпион ходит поджигает где он ты там там целая толпа копьяносцев копейщиков еще в придачу нам пришли гости ну да ничего страшного единственное я не пойму где шпион так шпиона завалили слава богу но убили трех лесорубов кстати ребят убили трех лесорубов я слышу что и не продолжается а вот копейщики сукины дети они ломают баллисту сломали баллисту мою нет баллисты не надо ломать что ты будешь делать кто там опять и ферма у меня только 10 штук осталось чё они все выгорели что или что где мои фермеры все очуметь можно вот так да ладно нам нужно срочно произвести фермеров ребят я не понимаю где все мои фермеры что вообще случилось и и и и и и и и и пипец вон бегают копейщики там у меня безнаказанно совершенно пора дробить черепа вот этот копейщик походу всех и перебил у меня всех крестьян будет сделано теперь нужно восстанавливать поголовье фермеров 23 фермера есть опять где-то враг опять убивают фермеров раз они уже начали нас долбить отсиживаться значит нельзя уже на базе так погнали все вперед не все елки-палки что какое почему крестьяне выбрались разве еще не все да мой лук так да ладно погнали противник побежден это красные сгорели ну и хрен с ним вы уверены красные сгорели сейчас уничтожим желтых и все если вы так говорите где они там по моему они где-то вот тут у них учебные мишени я гляжу приготовились так меня интересует поместье вон она так баллисты открыли огонь по замку его здоровье начало стремительно падать ну и все собственно миссия будет пройдена тарингия клянется вам в преданность в ее обширных лесах вы находите несколько древних друидов которые научили вас тайным языческим знанием а кроме того вы получаете неиссякаемый источник древесины ваши начальные запасы увеличиваются на 50 и вы получаете доступ к следующему уровню языческой технологии вот и все спасибо за внимание всем пока а